Рыболов, волк ворву, займи место, капканы, самый ловкий. Многие школьники раньше и названия этих игр не знали. Пробелы ликвидируют фестиваль национальных культур. Короткий инструктаж и школьники начинают играть. Забавы разнообразные. Здесь и русские, и татарские, и удмуртские игры. Вот это башкирские жмурки. Такие же, как русские. Вот только на площадке какие-то круги. Когда водящий подходит примерно на метр близко к кругу, то человек, который стоит в нем, он не может пошевелиться. Он может только уклоняться от его действий водящего, но не может никуда от него убежать. Заступ за круг считается выбыванием из игры. В самой школе гостей встречают по-особому в каждом классе. Где-то по-русски, хлебом с солью, где-то вас ждет армянская гата или украинские вареники. Здесь и накормить могут, и о других регионах рассказать. Например, это импровизированная Карелия с импровизированным экскурсоводом. Столица Карелии – город Петрозаводск. В Карелии есть остров Кижи, на котором находится Преображенская церковь, которая собрана без единого гвоздя. Также в Карелии находится водопад Кивач. Это называется «стендовая защита». Каждый класс представляет какой-то субъект России и разные народы. 38 классов, 38 областей и республик. Это очень интересно, я даже не знаю, как сказать. Это мастер-классы, ученики очень хорошо подготовились, старались, танцы. В коридорах тоже все национальное многообразие России. Вот шаман какие-то пасы делает, может, дождь вызывает. Участникам праздника в национальных костюмах никто не удивляется. Кстати, все костюмы и всю еду школьники делали сами. Конечно, не без помощи родителей. Как говорит директор школы Игорь Богданов, без них в вопросах воспитания и толерантности не обойтись. Взрослые не должны, в первую очередь, подавать пример разногласий между национальностями. Это самое главное. Потому что дети копируют нас. И как мы себя ведем, так ведут себя дети. Дети это тоже понимают. И некоторые уже знают ответ на вопрос, зачем нужна дружба народов. Когда мы приезжаем в другую национальность, они нам показывают всякие достопримечательности. Нам это нравится. То же самое, когда они к нам приезжают. Кстати, учителя сначала переживали. Вдруг дальние регионы никто не возьмется представлять. Это же не Кострома. Учить намного больше нужно. Взялись, представили. Без внимания не остался ни один федеральный округ нашей страны. Александр Беков, Ренальд Бекбаев. Объективно. ННТВ.